Радио 54 Первое. Областное радио Брать кредит, заемные средства На новогодние праздники На Новый год, на подарки, на стол На развлечения и так далее Тема будет достаточно распространенная в этом году По понятным причинам, потому что бахнуло по многим А праздника хочется, но это нормальное Человеческое желание Ну какое-то там, несколько десятков тысяч Возможно, перехватить, потом рассчитаться Почему это не очень хорошая идея? Вообще, на самом деле, есть такая хорошая фраза Не на чужие я гуляю, на свои На самом деле, в ней На самом деле, очень хорошая Смысл зашит Потому что праздник по-настоящему будет праздником Только тогда, когда ты Это делаешь на свои Когда ты заработал Ты заработал, ты спланировал Ты потратился, ты отдохнул А главное, ты проснулся На следующий день, и ты знаешь, что у тебя все хорошо Ты дальше продолжаешь спокойно Жить без минуса Без мысли о том, как Теперь справиться с этими последствиями Которые вот Минута веселья нам подарила Даже если практически все прогулял за выходные Даже если все прогулял Ты свои прогулял Да, свои прогулял Никому ничего не должен Да И на самом деле Ответ Стоит ли брать кредит вот на то, чтобы мы перечислили Нет, не стоит И на самом деле, мне кажется То есть ли вообще денег нет у человека Обоснование простое А это Спорная ситуация Да, на самом деле Потому что, смотрите На что мы берем кредит Обычно Вот я думаю, что никто не поспорит Что мы кредит на что-то важное берем Ну так Ну, наверное, вряд ли кто-то Я пойду Никто не станет брать Просто что-нибудь на рис греч Вот просто Такое что-нибудь мелкое взять И кредит взять На что-то важное То есть мы к этому готовимся Мы думаем о том Что-то важное становится не сразу Да, мы об этом думаем Мы к этому готовимся Мы сравниваем Да, это мне надо В конечном счете понимаем Мне это нужно И берем кредит, да А если это нужно То есть если рассматривать новогодние праздники Как что-то важное Важно ли человеку Ну, например, собрать гостей Сделать подарки Конечно Вот И кому это Не всем это на самом деле важно И если это действительно важно Значит, нужно к этому готовиться Нужно к этому готовиться заранее Не в декабре Если это важно Один, два, три, четыре месяца заранее Продумывать Что, как Начинать копить На Новый год Это нормальная практика Копить на праздник Так, но копить уже поздно 25 декабря Уже поздно, да Да Если не накопить Тогда идем в гости Да Значит Тут момент такой Если Если копить уже поздно Значит, праздник На самом деле Вот в том ключе В котором он есть Не так важен То есть это эмоциональная Блажь Да То есть Что происходит Мы в конце года Находимся На самом деле В очень выязвимом Психологическом состоянии Особенно в конце этого года Напряжение большое Стресс А все почему? Потому что подведение итогов Да Нужно успеть проекты все сделать Завершить Все в таком тонусе находятся Выходные работают Пробки Пробки То есть ты находишься В эмоциональном напряжении В выязвимом состоянии И ты что делаешь? Ты видишь Елочки горят Огонечки У кого-то шарики У кого-то шарики Витрины прекрасно светятся Скидками приглашают нас Приди Купи нас И мы лишние на этом празднике жизни Да Реклама Я думаю, что все сейчас столкнулись Реклама Вот Возьми кредит Устрой себе праздник И так далее Это действует на нас На наше вот это состояние Немножко такое Нестабильное Триггер Триггер И мы просто Желание расслабиться Желание скинуть себе Это напряжение Делаем эмоциональный Импульсивный поступок Который потом Чреват ошибками Чреват ошибками Вот И на самом деле Когда мы видим эту рекламу Вот все плохо Нет денег на Новый год Устрой себе праздник Возьми кредит И купи себе шубу Я не знаю Там Накрой на стол Все будет классно Но в этой рекламе Никто не говорит о том Что будет после А это очень важно Если бы реклама была Примерно такая Возьми кредит Купи шубу От праздного Нового года Но потом у тебя будет Три года возврата кредита В течение Там Будешь по пять тысяч рублей Каждый месяц С процента Ты заплатишь еще Плюс 20 процентов Условно Кто в этом случае Пойдет брать кредит Два процента Все остальные подумают Десять раз И этого делать не будут Поэтому На самом деле Вот Нужно И тут еще такой момент Когда Вот это Семиминутный Когда мы расслабляемся Вот мы покупаем Что-то себе Вот эта Семиминутная Сатисфакция Мы ее получили Но мы обратно Пришли обратно Окунулись в проблемы В те же самые Новый год не закончен Еще нужно много Чего сделать И радость от покупки Нивелируется Нивелируется И это на самом деле Серьезная проблема Еще больше психологическая проблема Еще больше психологическая проблема Потому что мало того Что и праздник не получил Еще и долги надо В долгах Тебе вещь не предоставила удовольствия И ты получается Проснулся Там Как два старых деда Честно Я сейчас сижу Тоже Наблюдаю со стороны Нет Все Конечно Мальчики Мальчики Все это понятно Это все ясно Но Мы понимаем Когда мы об этом говорим 25 декабря Человек все-таки Принял решение Подарить себе праздник Или же Закрыть какие-то Долги Ямы При помощи этого кредита Он принял решение Обратиться в банк О чем важно помнить Как правильно себя вести Чтобы Ну как Минимизировать Будущие потери Продолжи брючать немножко Да Продолжи На самом деле Вот Кредит Вообще Целесообразно брать В двух В двух Случаях Когда у тебя есть четкая Финансовая цель Когда ты понимаешь Для чего тебе нужно Ты понимаешь Как инвестиции Как ты будешь Жить дальше с этим кредитом Как ты будешь возвращать Если у тебя Ну то есть Безопасность какая-то Еще дополнительная Страховка Может быть Имущество Которое можно Заложить И рассчитаться По обязательствам Может быть У тебя есть родственники Которые могут помочь тебе Ты должен чувствовать себя Что ты всегда сможешь Это отдать И понимать Для чего тебе это нужно Что цель Которая ты Цель оправдывает средства Она первостепенная Она первостепенная Здоровье например Например Здоровье это вообще святое И только в этом случае Кредит брать рационально Это правильно И второй момент Когда Ну всякие бывают ситуации Непредвиденные Что-то случилось Чего мы не гадали Не ждали И здесь Без помощи финансовой Нам не обойтись Ну вот пример Элементарно Холодильник сломался дома Без холодильника никуда Да Например Хотя с другой стороны Зима началась Да Ну на самом деле Больше касается Жизни здоровья Когда вот что-то случается Такое очень неприятное Вот Во всех остальных случаях Кредит вообще брать Это импульсивно Это импульсивно Это не нужно делать Вот Главное на самом деле Даже сейчас Когда мы вот берем кредиты Четко понимать Свои финансовые возможности Их оценить Сколько нам понадобится времени Чтобы мы этот кредит закрыли И будет ли это для нас болезненно Насколько Качество праздника Важнее Чем потом Качество жизни Качество жизни После этого Да И на самом деле Здесь еще есть такой момент Как кредитная карта Вот кредит и кредитная карта Да Чем они отличаются Кредитная карта Это быстрые деньги Быстрые Срочные деньги Они обычно Кредитная карта Имеют льготный период Один Два Три месяца И в этот период По сути Все твои обязательства Которые ты На себя берешь Ты должен их закрыть В противном случае Там наступают Большие проценты Гораздо больше Чем по обычному кредиту И ты впадаешь Вообще в кабалу финансовую Да Вот И здесь Цели чуть-чуть видоизменяются Первая цель Остается такой же Непредвиденные расходы Когда Ну что-то случилось Да Ну не сильно глобально Но нужно закрыть этот момент Ты понимаешь что деньги придут Да Придут чуть позже Вот сейчас тебе нужно закрыть Обязательно что-то Ты закрываешь Но ты понимаешь что деньги приходят И ты перекрываешь Это обязательство Когда у тебя есть четкое понимание Конкретной даты Когда у тебя очередные Финансовые поступления Тогда почему нет Абсолютно Но Здесь еще есть одно но На самом деле все эти Две цели Перекрываются таким явлением Которое мы говорили раньше Это финансовая подушка безопасности Если она сформирована Если она сформирована А я напомню что Примерно Три Шесть Заработков Семейных Должно быть Да Эти обе цели Они перекрываются И непредвиденные расходы И временный кассовый разрыв За счет этих средств Перекрываются То есть здесь Мы получается В любом случае в плюсе То есть нам Не нужно Отдавать никому проценты Нам не То есть мы Можем растянуть А на секундочку Не отданные проценты Это проценты заработанные Абсолютно точно Мы можем растянуть время До До укомплектования Этого фонда Ну словно там Кредитную карту Нам нужно рассчитаться В 2-3 месяца А наполнить свой резервный фонд Мы можем полгода Например Да Мы спокойно это делаем И мы делаем это за счет Своих денежных средств Но То есть получается Что на самом деле Если мы сформировали Финансовую подушку безопасности Кредитная карта Нам не нужна Ну так Так это вот и есть получается Твоя кредитная карта Где ты сам еще Девятуешь себе условия Но тут фишка в чем Я всем советую Иметь кредитные карты Для чего Вместе с Финансовой подушкой безопасности Для того чтобы Иметь кредитную карту Чтобы ей не пользоваться Да интересно Это как Чтобы ей не пользоваться Это Я просто не представляю У меня лежит в кошельке кредитных У меня Это когда тебе звонят из банка И предлагают Оформить кредитную карту Ты говоришь спасибо У меня есть Подожди Подожди То есть я понимаю Что там есть некий баланс Которым я могу воспользоваться На каких-то понятных условиях И я туда И не лезу И не беру Нет Почему Есть на самом деле Такой исторический факт В Японии В начале века На больших заводах Была проблема Конвейер Много людей Стресс Люди на конвейере стоят Очень долго Однотипную работу делают Люди срывались Останавливали контейнер Конвейер Конвейер Компании несли большие убытки И встала задача Что сделать Чтобы эту ситуацию изменить И они гениально придумали штуку Они сделали кнопку остановки конвейера Которую каждый рабочий мог подойти и нажать Сделать Ну нажать Остановить контейнер Конвейер Конвейер Да Открыть контейнер Да Открыть контейнер Поесть Делать свои дела Вот Прийти, включить Снова заработать И как вы думаете Хоть раз этой кнопкой Воспользовались Да Это такой факт Возможного пользования Без ограничений Это на самом деле Ощущение управления Собственной жизнью Ты понимаешь психологически Что ты можешь повлиять Ты повлиять на него В любое время можешь Но этого не делаешь Потому что у тебя есть Психологическая уверенность В том что тебе это просто не нужно И вот этот дополнительный фактор Он Вот это Ощущение финансового благополучия Управления своими финансами И в принципе себя ощущение Полноценным человеком Он делает 100% А сейчас маркетологи банков Такие Красавчик Вообще Давай-давай-давай Говори еще Больше кредитные карты Это конечно Высказительно Но тут важно Держаться Вот что важно Держаться Тогда как выбирать правильно Кредитные карты Которые слышали все И знают все Давайте сразу по примеру Прямо 100 дней без процентов Это вот звучит так вкусно Да На самом деле В принципе Все зависит от условий Использования этих 100 дней На самом деле Там есть Как бы Минимальный Возврат денежных средств Даже до Стечения этих 100 дней Да Условно Какой-то процент Должен возвращать каждый месяц Но он может быть Незначительным Да И в принципе Перекрываем Текущими финансовыми Возможностями Вот Значит Есть Момент Наличия Отсутствия кэшбэка На кредитной карте Потому что Обычно Кэшбэк На дебетовых кредитных картах На дебетовых картах На кредитах Их реже То есть Лучше выбирать условия С кэшбэком И в принципе На самом деле Очень важен момент Размера Кредитная карта Часто банки В одностороннем порядке Повышают Размер Вот Средств на кредитной карте Да Ну как Они предлагают Пролокировать Нет Они прям Повышают Это же их У меня банк Спрашивает разрешение Ну вот Не все банки Спрашивают разрешение Они просто Удемляют Нет 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 Только не это Отказываясь Каждые полгода Вам повышен Лимит По кредитной карте Здесь Во-первых Важно понимать Что Примерно Вот Те же самые Три заработка Это максимум Который Должен быть На кредитной карте Психологический барьер Дальше нельзя Дальше Это уже Какие-то Энфемерные Деньги Соответственно Если Банк повышает В этом стороне порядки Заходим в личный кабинет И уменьшаем Этот Лимит До того Уровня Который Мы Способны Перекрыть В случае чего Вот Поэтому На самом деле Кредитная карта Это Хороший инструмент Главное Им уметь Но главное Им уметь Пользоваться И главное Его не воспринимать Как Свои деньги Это не свои деньги Это чужие деньги Которыми ты Должен Воспользоваться Только тогда Когда в этом Есть реальная Необходимость А не Пользоваться вместе Рядом со своей Дебетовой картой Ну хочу эту Хочу эту Какая разница Вот На самом деле Здесь еще такая статистика Есть Очень неприятная 33% Людей Которые Взяли кредит Не собираются Его возвращать Не собираются Такой огромный процент Целенаправленно То есть Вернуть Знакомым И друзьям Это Дело чести Сколько 20 Находится в плюсе К завершению Новогодних праздников Остаются в плюсе Вот для того Чтобы этот процент Уменьшать У нас есть Дом финансового просвещения С которым мы Со следующего 2021 года Возобновляем Ежемесячные Наши встречи Но и возможно Даже приготовим Какой-то новый Сюрприз Который будет постоянно Периодически появляться В нашем эфире С лайфхаками Полезными советами О том Как даже пусть Со своими копеечками Но бережно И грамотно Обращаться Деньги Любили Любят И будут любить Счет Друзья Это важно Помнить Первое Областное радио